всем привет вы на канале народный дообзор меня зовут арсений и в сегодняшнем видеоролике мы поговорим с вами про бэкап нашего сервера на true nas scale к сожалению у меня сложились так обстоятельства что возможности у меня фактической нет записать видео но я думаю что не страшно в этот раз поговорим формате записи экрана ну и первым делом конечно нельзя вас не познакомить если кто знает то листайте дальше про правила резервного копирования 3 2 1 в принципе статья на хабре есть вы увидите на своих экранах сейчас давайте тезисно пробежимся по ней правило 3 2 1 гласит что нам необходимо иметь три резервные копии которые должны быть сохранены в двух различных физических форматах хранения причем одна из копий должна быть передана на внеофисное хранение но мы с вами так сказать владельцы домашних серверов мы можем от этого правила немножко отступить но если в данные вам действительно важны то отступать от него лучше конечно же не стоит в принципе зачем нам нужны три копии почему нам не подойдут две ну давайте я в это углубляться не буду в статье об этом все детально хорошо расписано я лишь скажу что если речь идет про вирусы то в моменте у нас существует вероятность заражения сразу двух копий то есть в момент именно бэкапа ну и в принципе логично делать бэкап на внешний носитель данных и отдавать его на хранение за пределами места где установлен сервер здесь мы исключаем такие вещи как потоп пожар грабеж разбой и прочее 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 то есть большинстве своем конечно же физическое уничтожение носителя данных насколько это актуально для домашнего пользователя ну наверное не очень актуально поэтому я с вами буду делиться сегодня тем как это организовано у меня у меня приобретен достаточно простой внешний бокс для подключения жесткого диска вот такого формата как видите на своих экранах куда собственно я устанавливаю внешний жесткий диск модель вы видите на своих экранах он 6 терабайт ник не самое лучшее решение скажу я вам но вот у меня получилось купить его в свое время выгодно поэтому данный бы капится туда ну и в общем то говоря я подключаю его к своему тестовому стенду на котором у меня установлен true нас скейл также там всякие эксперименты провожу свободное время и собственно говоря с одного моего сервера основного данные льются на мой второй сервер и записываются на этот диск все в моем случае больше никаких бэкапов нет я наверное в ближайшем будущем это исправлю приобрету еще один диск размещу его у своего товарища так скажем и бэкап будем лить еще ему то есть чтобы обеспечить физическое удаление наших данных сервером мы пользуемся вместе соответственно что мы бы копим в первую очередь мы бы копим данные облака то есть next клауда и конфигурационные файлы но для того чтобы стаки и все конфигурации нам приложений заново на не писать но вполне понятно что конфигурационные файлы можно записать заново написать их и это не такой важный ресурс который стоит бы копить но с другой стороны он и место много не занимает можно забыкапить виртуальную машину так как завал фактически на котором располагается виртуальная машина он является но аналогом датасета в некотором смысле этого слова ну и раз уж мы заговорили про виртуальную машину давайте посмотрим как у нас все это дело выглядит автор у нас кейл в разделе virtualization у нас есть вкладочка виртуальной машины в ней пунктик девайсис в котором мы можем видеть наш диск виртуальный если мы перейдем во вкладку edit мы увидим где у нас располагается этот завал завал это виртуальное блочное устройство ну не будем вдаваться в детали в общем это виртуальный жесткий диск файл виртуального жесткого диска который вот у нас где-то лежит на нашем датасете его мы можем собственно говоря тоже забыкапить сделать ему снапшот но я надеюсь вы все уже знаете что такое снапшот потому что сейчас не хотелось бы глубоко в это вдаваться информации в интернете полно можно сделать репликацию и отправить на другой сервер таким образом фактически весь наш бэкап будет сводиться к работе с датасетами и завал завалами ну наверное так можно правильно сказать по-русски что напротив датасета что напротив завала у нас есть такая вкладочка интересная называется data protection и здесь мы можем сделать ручной снапшот и если что-то потом пойдет не так мы всегда можем откатиться к предыдущему состоянию датасета либо за фола завала да простите устал поэтому заговариваюсь также мы можем добавить сюда периодические выполнения снапшотов выполнить репликацию или r-sync но у меня труна старый поэтому насколько я знаю в последних версиях r-sync уже выпилили у нас остается только репликация но в этом не нет ничего страшного если очень грубо говоря то репликация это процесс отправки нашего снапшота на другой пул или даже на другую машину то есть по сути дела мы берем весь нас наш вот этот вот датасет и отправляем его в другое место ну структура файловая она очень достаточно непростая и у нас же есть понятие родительский дочерний снапшот который может быть инкрементальный давайте сейчас про это углубляться не будем я может быть даже в силу своей усталости уже дичь какую-то несу надеюсь у меня поймете сейчас это не так важно так вот в разделе data protection слева у нас есть возможность организовать периодические снапшоты которые будут позволять нам откатиться в случае если мы внесли какие-то изменения в датасет какие изменения могут быть до файлы вы банально взяли и потерли или например в виртуальной машине вы взяли и удалили часть программ пожалуйста если у вас организован снапшот вы сможете вернуться на предыдущее состояние файловой системы также вот у меня здесь представлена одна задачка по r-sync у она у меня выполняется как раз на мой тестовый сервер но сегодня мы с вами пойдем по репликации она тоже выполняется на удаленный сервер в этих механизмах есть конечно разница но повторюсь насколько я знаю в последних версиях true нас скейл r-sync выпилили и осталось только репликация r-sync это механизм который используется в операционных системах linux а вот репликация она имеет отношение к непосредственно файловой системе zfs давайте на конкретном примере в датасетах у меня есть датасет next докер который лежит в пуле main pool 8 терабайт и там у меня хранятся файлы next клауда у меня для него предусмотрено создание снапшотов и репликации так вот одна репликация у меня идет на удаленный сервер а вторая репликация идет на рядом лежащий пул то есть принципе я обеспечиваю некоторую отказоустойчивость размещением одних и тех же данных еще в рамках различных пулов здесь у меня мир из 2 8 терабайтных дисков здесь у меня raid z1 из 3 8 терабайтных дисков и кстати если мы с вами зайдем и посмотрим состояние здоровья мы увидим что мой главный пул на котором у меня облако расположено с ним все хорошо а вот пул raid z1 у него есть некоторые проблемы потому что к сожалению один из дисков почему-то там не сходится контрольная сумма при выполнении задачи скраба здесь мы можем выполнить я с этим еще буду разбираться но в принципе здесь ничего криминального учитывая что весь этот пол у меня собран из бушных серверных дисков купленных на авито итак пойдем дальше как мы с вами можем произвести backup данных ну во первых мы можем использовать как я уже показал вот такой вот внешний бокс с установленным в него жестким диском подключить его непосредственно к серверу создать новый пол из этого диска и осуществить backup данных туда до каждый раз нам потом придется его дисконнектить импортировать ну и плюс нужно иметь доступ постоянный к серверу для того чтобы но это было банально удобно выполнять кстати не забудьте про охлаждение жесткого диска внешнего установленного такую корзину потому что он на самом деле не кисло так будет греться и ну чем-то охлаждать его было бы неплохо второй вариант как я уже сказал это расположить подключить точнее вот этот вот бокс к любому другому компьютеру на который у нас есть виртуальная машина струна со скейл либо там другой unix системой либо к отдельно стоящему второму сервера book up а в чем здесь минус ну во первых вы начнете упираться в производительность сети в процессе копирования на такой жесткий диск подключены в другую точку а во вторых в этом компьютере скорее всего у вас уже не будет установлена память с контрольным четности и cc и соответственно возникает возможность ошибок при записи данных непосредственно на жесткий диск то есть по-хорошему после того как вы записали backup на этот диск используя другой компьютер сверить контрольную сумму мы про это наверное в другой раз как-нибудь поговорим ну я это делаю в принципе не парюсь но вообще по-хорошему после того как вы backup сделали его еще нужно проверить ну повторяюсь об этом надеюсь мы поговорим как-нибудь в другой раз если вам это интересно обязательно оставьте комментарий что вам эта тема интересна я тогда буду записывать ролик на эту тему ну и в принципе нельзя забывать про возможность делать backup в облако у нас здесь есть возможность подключить поставщика услуг здесь тут и amazon есть и google есть и даже яндекс или в принципе какой-то веб дав клиент облачный и организовать это все туда но я так не делаю потому что во первых это долго это медленно это не конфиденциально ну и ограничен объем то есть по факту это все то из-за чего я отказался от использования готовых облачных сервисов да в принципе есть возможность еще данные перед отправкой зашифровать но это целый геморрой и в любом случае давайте посмотрим правде в глаза если вы копируете ваш там не знаю 4 терабайтный том пул в облако ну давайте посчитаем сколько вам станет обслуживание там в том же яндексе на год за 4 терабайтный объем вам дешевле будет собрать еще небольшое хранилище разместить его в каком-то другом месте там у родителей еще где-то как-то и делать бэкапы туда и так давайте попробуем создать новую задачу по репликации на удаленную машину на которой у нас также установлен true нас киел повторюсь это может быть виртуальная машина virtual боксе или на отдельно стоящем сервере это не принципиально заходим во вкладочку дата протекшн репликающим тэскс или таскс не знаю как правильно это добавляем здесь нам необходимо можем выбрать заготовочку которая у нас раньше была либо если мы делаем это с нуля то можем здесь ничего не указывать указываем источник то есть мы делаем это на нашей системе мы с нашей системы будем на другую осуществлять репликацию но также можем настроить и источник с другой системы то есть принципе она работает зеркальное мы можем настройки все эти производить на как раз той машине куда будет сливаться backup выберем все-таки на нашей системе а вот destination location указываем на другой системе давайте зайдем выберем вот у меня здесь датасет есть который я хочу забэкапить и нам необходимо создать новый ssh соединение новый ssh если у нас раньше не было создано требуемого здесь указываем название нашего сервера но допустим здесь используем вот такую вот заготовочку она работает струна сам но в принципе мы можем бы копить на любую машину которая с линуксом до unique систем и в ручном режиме это делать мы с вами побежим по упрощенному варианту указываем url моем случае это ip-адрес просто потому что у меня это все в локальной сети но если это где-то удаленно то соответственно нужен будет домен со всеми вытекающими ну либо по ip-адресу конечно можно работать но это не совсем правильно вроде правильно так указываем логин и пароль от нашей системы удаленной здесь оставляем пустым здесь жмем создать новый ключ и нажимаем кнопочку сейф так то 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 я неправильно вот так удалю он должен сам подставить да он мне выдал ошибку сертификата удалим https поставим http потому что у меня сертификата на него нет он у меня локально работает никакие сертификаты на него я естественно не выписал поэтому по https доступ получить не удалось но если у вас эта система находится удалена в другом месте физически да то есть не в вашей локальной сети работать естественно рекомендуется только те через https потому что иначе это небезопасно то есть работать без сертификатов это плохо после этого у нас доступно открывается путь назначения но мой сервак тестовый сейчас находится в очень упадническом состоянии поэтому я боюсь у нас здесь дерево каталога не раскроется до конца но тем не менее может быть все таки он пропердится сейчас не знаю вот он просто у меня интерфейс полностью лагает я там небольшие махинации с ним производил но видимо нет ни судьба но я думаю что для вас это не очень принципиально у нас там естественно должен быть заранее создан датасет в которой мы будем с вами собственно сохранять этот наш бэкап мы полностью указываем этот датасет если необходимо ставим галочку зашифровать но я напомню что если вы не джеймс бонд лучше шифрованием не заниматься потом можете просто нажить себе дополнительных проблем когда вам придется воспользоваться этим бэкапом дальше если мы с вами нажмем кнопочку рекурсив у нас произойдет репликация не только текущего состояния нашего датасета но и всех снимков снапшотов которые были сделаны то есть если у вас датасет например существует уже полгода и за эти полгода там накопилось файлов вы начали делать снапшоты с момента создания датасета то вместе с самим датасетом на текущий момент времени скопируются все эти снимки и даже на удаленной машине вы будете иметь вот эту вот версионность файлов но если нам это не нужно нам нужно только то что вот сейчас мы копируем да то галочку эту снимаем поставив вот эту галочку репликает кастом снапшот мы можем дополнительно включить в эту репликацию не только снапшоты которые были сделаны автоматически системой да вот у меня здесь слева видно автоматически создаются вот эти все снапшоты для моих пол но и также будут включены ручные снапшоты то есть когда вы сами заходите и делаете снапшот ручками ну например вы боитесь там что сейчас что-то случайно удалите в вашей виртуальной машине например да или в датасете и вы решили сделать его руками дальше выбираем метод передачи по ssh зашифрованный или не зашифрованный если вы работаете в частной сети это ваша локальная сеть то можно поставить но инкрипшн работать будет как здесь нам подсказывают быстрее но это как бы не небезопасно в принципе если какой-то мамкин хакер к вам локальную сеть имеет доступ то он все это будет видеть но если выбрать инкрипшн то это будет безопасно но медленнее намного принципе все название task name а сохраняем жмем кнопочку next и сохраняем все это дело но вот видите я сейчас с вами пройти этот путь к сожалению не могу потому что у меня удаленная машина все еще не али сейчас я попробую перезапустить и продолжить видео может быть это поможет и так мне все-таки удалось реабилитировать мой сервак тестовый и вот здесь у меня появилась соответственно название пула единственного который у меня там есть какие здесь нас поджидают нюансы ну первое это у нас здесь соответственно возникает ошибка того что не найдено снапшотов поэтому снапшот будет сгенерирован автоматически ну потому что для этого датасета я ни одного снапшота не создавал и в задачах периодического создания снапшотов у меня также этот датасет не присутствует у меня там всякий шлак лежит и так мы выберем новый инкрипшн нажмем next дальше нам необходимо выбрать как часто эта задача будет запускаться если мы хотим по расписанию то здесь мы можем настроить расписание как часто нам это нужно если мы хотим это вручную делать то выбираем run once если у нас здесь поставлена будет вот эта галочка make destination дата сайт read only то этот датасет на удаленном сервере куда мы его backup и будет соответственно в режиме только на чтение но это дополнительный элемент защиты чтобы вы там случайно не взяли его потом и не грохнули его там всегда можно будет поменять в режим ну снять эту галочку read only поэтому здесь действуйте на ваше усмотрение принципе можно оставить ну и по поводу destination snapshot lifetime если мы выбираем same as source то у нас все снапшоты когда мы их настраиваем на создание ну собственно автоматических вот этих вот снапшотов они у нас имеют срок годности вот здесь у меня видно есть какие-то снапшоты с недельным сроком годности две недели и один месяц так вот если мы здесь оставим вот этом same as source то спустя определенное время снапшоты будут удалены если мы выберем never delete то соответственно у нас этот backup случится и ничего там удаляться автоматически не будет естественно пока у нас жесткий диск отключен снапшоты удалены не будут но как только он появится в системе они там автоматически могут быть удалены ну есть режим custom мы можем указать сколько нам хранить эти снапшоты оставляем never delete нажмем кнопочку save и задача автоматически стартанула вот она у нас запускается здесь мы можем смотреть ход собственно говоря этой репликации ну если все хорошо у нас сейчас побегут здесь проценты соответственно спустя некоторое время данные будут полностью скопированы и задача получит статус finished по поводу статусов пендинг эта задача ожидает процесса копирования error соответственно завершена с ошибками мы можем потом нажать на error и посмотреть логи если она однажды была выполнена с ошибкой вот видите видимо у меня сервер был перезагружен с момента возникновения этой ошибки поэтому в логах никакой информации не осталось ну в принципе все процесс пошел здесь мы видим сколько какой объем будет собственно говоря за бы каплен этих данных ну и остается только его дождаться если будут еще раз повторюсь какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях ну и не могу не напомнить вам что лучше смотреть меня на яндекс дзен там у меня помимо видео выходят также текстовые статьи на различные темы вот сейчас я как раз занят новой сборкой компьютера на базе amd ryzen 7 900 x решаю проблемы с его охлаждением работаю с курв оптимайзером там все очень непросто много проблем вот пара статей у меня уже на готове ну если хотите поддержать развитие канала сделать это можно с помощью сервиса сбер чаевые или переводом на карту тинькофф а на этом у меня пока все с вами был народный до обзор всем пока